Теософия Рерихи Творческий клуб или оккультная секта Если говорить о теософии в общем, то, конечно же, нужно начать с биографии ее основателей и ее продолжателей Основателем теософского общества является Елена Петровна Блавацкая, уроженка города Екатеринослава, из дворянской семьи Рано ее выдали замуж, но жизнь ее замужняя не сложилась и она отправляется в путешествие в поисках астрального камня Почему так? И что произошло? Дело в том, что Блавацкая и ее детство было пущено в общем-то воспитание на самотек Она воспитывалась у своей бабушки А по линии материнской ее, насколько я вот помню, был Павел Долгорукий, ее дедушка Он был масоном, у которого была такая пространная библиотека И вот так как у юной Елены воспитанием никто не занимался, то она долгое время просиживала в этой библиотеке Впоследствии, да, в этой библиотеке содержались такие книги, как Каббала Книги по герметизму, по гнистицизму и другим различным магическим и оккультным наукам Поэтому, как она в дальнейшем даже и пишет сама, что уже в 12 лет я могла двигать предметы на расстоянии И всегда, когда читаешь подобные вещи, хочется сказать, вот что может случиться с девочкой Которая не посещала воскресную школу в то время То есть она об этом свидетельствует сама И вот можно даже и найти, прочитать это свидетельство И мы его обязательно коснемся Многих свидетельств, чтобы не быть голословными То, что она пишет сама о себе И вот ее выдают замуж Да, потому что у нее все время вот эти фантазии Где найти этот астральный минерал и астральный камень Для того, чтобы соединить их с другими камнями И якобы воцарить в мире полную гармонию духа и души Сама Елена после замужества, она долго не прожила со своим мужем Мы ее выдали за губернатора города Еревана Он был губернатор города Еревана Он действительно был старше ее Но она даже года не прожила с ним и убежала от него И вот свое бегство она объясняла неодолимым желанием Овладеть именно оккультными тайнами философского камня Астрального минерала и сочетать его браком с красной девой И все эти идеи тогда многие знают, что люди увлекались алхимией То есть люди считали, что можно как-то манипулировать стихиями Достичь какой-то гармонии А в большей степени овладеть богатством И тем самым манипулировать сознанием людей То есть смысл всегда был один Власть и деньги И вот она искала этот камень в письме Другу, например, сохранились даже свидетельства Князю Дондукову Корсаку Она писала, цитата «Я охотилась за неведомым С 16 лет я всегда вела двойное существование Таинственное, непостижимое даже для меня самой С 14 лет я всегда проводила день в своем физическом теле А ночи в астральном» Конец цитаты То есть мы видим, что она сама признается Что она занималась этими оккультными науками С самого раннего детства Или вот еще, например Она также пишет в этом письме «Около 10 месяцев я провела в поисках астрального минерала Который сделала бы Красную Деву чистой и целостной И не нашла такого минерала В Афинах, Египте, на берегах Эфрата Куда бы я ни отправлялась Я всюду искала свой астральный камень Я жила у окружающихся дервишей У друзей с Ливанской горы У арабов-бедуинов И дамасских марабутов И нигде не находила Я изучила некромантию и астрологию Гадания с хрустальным шаром И спиритализм И никаких следов Красной Девы» Конец цитаты Это все из письма своему другу детства Как я уже сказал, князю Дундукову Корсаку То есть из этого письма Очевидно, что она занималась никаким не творчеством Как иногда сегодня представляют направления теософии и Рерихов И никаким не искусством И никаким не культурным направлением А именно искала эти магические минералы Но были у Блаватской и другие наставники Кроме библиотеки Которой она пользовалась активно Своего дедушки Где находились, как я уже сказал Магические, в общем-то, книги Были у нее и другие наставники Оказали, которые на нее не меньшее влияние Среди них в первую очередь следует Назвать итальянского релиционера и масона Карбонария Джузеппе Манзини С которым она познакомилась в Лондоне в 1850 году И под влиянием Манзини примкнула к движению Россиджементо Принимала участие в борьбе Джузеппе Грибальди За освобождение Рима от власти Папы И даже говорят некоторые, что получила там в этом движении Небольшое, незначительное ранение Но нужно отметить попутно, что Грибальди Которого мы привыкли считать не иначе, как великим итальянским революционером Был в то же время видным масоном В 1881 году, за год до смерти Он объединил, например, ложи мемфинского и месраимского ритуалов Из которых Карбонария в основном рекрутировали своих членов И стал первым гроссмейстером новой масонской организации Блаватская, как я уже сказал, с юного возраста Овладевала различными магическими приемами И вот та цитата, которую я обещал Из книги «Мудрость древних и тайных обществ» Смоленск, 95-й год, страница 128 Она пишет Я явно могла, то есть автор цитирует ее Я явно могла заставить мебель двигаться Отдельные предметы летать А мои астральные руки, которые их поддерживали Оставались невидимыми Конец цитаты Она свидетельствует о том, что якобы после развода Со своим мужем она проехала чуть ли не полмира Посетила Канаду, Америку, Южную Африку Что была посвящена Долгое время пробыла на Тибете Была посвящена Махатмами Махатмы Это те просветленные, как считает Блаватская Потом в дальнейшем она будет об этом писать В своей книге «Тайная доктрина» Те просветленные, которые отказались уже войти в нирвану И задержались ради блага человечества Для того, чтобы управлять человечеством И управлять эволюцией духа Людей и Так, если можно сказать Для того, чтобы вывести новую расу Которую учат в дальнейшем Блаватская Седьмую расу Но об этом мы еще поговорим В конце И вот она говорит об этих Махатмах Что они ради блага человечества затормозили Чтобы не войти в эту нирвану И поселились на Тибете И там, именно на Тибете Она якобы от них получила посвящение Но на самом деле Нужно сказать, что она говорит Что она преодолела тогда и Китай И проехала дальше Надо сказать, что на Тибет С 1850-х годов Было запрещено Был запрещен вообще въезд иностранцам И навряд ли она могла туда проникнуть Потом Тибет Это не просто прогулка по бульвару Достаточно суровый климат И достаточно непростые дороги И скорее всего Все это является в некой мере фантазией Но, тем не менее Блаватская всегда утверждает Что она посвящена Некими учителями Которые, конечно же, ее избрали Для того, чтобы указывать всем людям Путь ко спасению По-теосовски И в дальнейшем В 1875 году Блаватская прещает Каир Где, по его словам Прошло обучение И повышение уровня По оккультизму В братстве лучезарного света Но, что интересно Она пишет Вот ее цитата Из той же книги Такое название носил египетский орден Столь древний и столь таинственный Что никто и никогда еще о нем не слышал И никогда не услышит Вот из этих слов очевидно Что она все время хочет свою жизнь окружить какой-то тайной Но об этом ордене никто не слышал Никто никогда не услышит Вот она такой единственный экземпляр В жизни человечества Который избрали И теперь проверить В общем, существует такой орден или нет Фактически невозможно Блаватская также пыталась Основать общество спиритов И объявила себя медиумом Но это ее смелое предприятие Провалилось После того, как в доме Была обнаружена длинная перчатка Набитая ватой Которая, по всей видимости Использовалась как рука Освобожденная от телесной оболочки То есть, когда Блаватская приехала в Америку Вся Америка тогда была увлечена в середине XIX века Увлечена спиритизмом Существовало множество клубов Это тысячи клубов Спиритических сеансов Но это и понятно Откуда Потому что в Америку, как мы помним Приехали люди после В большинстве своем После реформации Так называемого Аннабаптистского движения Такие рационалисты Протестанты Которые, в общем-то Аннабаптистское движение Как мы помним И многие знают Превратилось в крестьянскую войну В центре Европы Где за 30 лет Погибло около Более 8 миллионов По самым скромным подсчетам Более 8 миллионов человек И потом Они, в общем-то Были объявлены вне закона Уехали в Америку И там приехав своим Таким протестантским Даже сказать Больше степени Неопротестантским Рационализмом Они, конечно Выхолачивали всю тайну И жизнь человека То есть Все можно было объяснить С помощью Библии И все понятно И в этом смысле Мистицизм И здоровая тайна Она ушла Из жизни человека И поэтому Была вот эта подмена Подмена спиритизмом То есть Такой вот суррогат Суррогат Такого самовольного Можно сказать Постижения Тайного мира Без благодати Божией И все это Вылилось Вот в такие Спиритические Кружки И Блаватская Также этим увлекалась Сначала Надо сказать Если говорить Об ее вообще Такой Эволюции Увлечений Сначала она увлекалась Мифологией Египта Книгой Мертвых В частности И другими Книгами Гермиэста Да Герметизма Далее Она увлекалась Индуизмом И в общем-то Ее Конечно же Увлечение И то Что она проповедовала Это конечно Не индуизм Это индуизм В ее понимании И буддизм И конечно же Буддизм Опять же В ее понимании И на буддизме В общем-то Она остановилась Но тогда В Америке В 1871 году Она также Эспериментирует С спиритическими Кружками И там был целый Скандал Что она обдавала Целые сеансы Где было все Подстроено Подделано В общем-то Было мошенничество Где якобы Ее рука Куда-то отдалялась И оторвалась От тела И могла Сама по себе Летать И потом Опять возвращаться Но нашли Как было сказано Эту перчатку Набитую Ватой И вот была Целая семья Колумбов Колумбов Да Которая Которая Ее изобличила И многие Теософы Очень не любят Эту фамилию Это я правильно Я себе произношу Да То что Говорят Что это были Просто уборщики Там служащие Но на самом деле Один из них Жена По-моему Была Библиотекарь Теософского общества А муж Даже занимал Места Какого-то Из секретарей Какого-то Из подразделения Теософии И они Впоследствии Написали Несколько статей О том Как На спиритических Сеансах Блаватска Делал разные Чучела Надевая их Во фраке Там якобы Это из темноты Являлись Какие-то Люди И духи С которыми Родственникам За определенную плату Там зал Мог бы Пообщаться Все это было Разболчено И Блаватска Была Вынуждена Бежать Согласно Одной из верти Которая распространяется Самим Апологетам Теософии Что Эти архаты То есть Учителя Некоторые Сверхлюди Сверхмудрецы Тайны Тайны Науки Которые Вышли Из цепи Перевоплощений И якобы Об этом Пишет И Блаватска Об этом Пишет И Апологет И якобы Они указывают Людям Путь Обретения Счастья И спасения И Помогают Людям Достичь Высшего Развития В эволюционной Вот учения Мы еще Коснемся В эволюционном Понятии Развития Человечества И жизни На земле И других Планетах Очень многие Опять же Апологеты Теософии Отвергают Что Якова Блаватская Была масоном Но на самом деле Она сама Об этом Пишет Думается Что это Опровержение Будет Неуместно Например Блаватская Пишет В письме Ее письма 1995 год Страница Москва Страница 44-43 Цитата Она пишет О том Как ее Посвящали И дает Выписку Своего диплома Масонского Диплома Вот что В нем Сказано Цитата Мы объявляем И провозглашаем Нашего брата Ну почему-то Брата Пока я еще Это не изучил Но почему Не сестры Наверное Так вот В масонстве Положено Да Мы объявляем И провозглашаем Нашего брата Елену Петровну Блаватскую Кавалером Ордена Совершенной Мастерицы Великой Избранной Шотландской Леди Выдан Нашими руками И с печатями Верховного Святилища Англии И Уэльса Расположено В долине Лондона Сегодня 24 ноября 1877 года В год Истинного Света Конец Цитаты Внизу Подписи Джон Яркер 33 степень Великий Верховный Магистр Каспарий 33 степень Великий Канцлер Лоу Эстарх 33 степень Великий Секретарь Конец Цитаты То есть Она Действительно Защищает Подлинность Своего Масомского Диплома И была Упубликована Копия Этого Диплома Надо сказать Что По сути Когда Блаватская Приезжает В Америку Президентом Теософского Общества Она никогда Не была Президентом Был ее Фаворит Генри Стил Олкот Который Родился В 1832 Году Он был Отставным Военным Но Она была Секретарем Де-юре Но Де-факто Конечно же Она Руководила И верховодила Всем Теософским Обществом На протяжении Всей жизни Какие задачи Ставило перед собой Общество Теософское Которое было Образовано В 1875 В 1875 Году А вот Что Об этом Пишет В книге Которую Мы еще С вами Столкнемся Это Второй Источник Владислав Соловьев Это Брат Владимира Сергеевича Соловьева Философа Отец Которых Сергей Соловьев Написавший Историю России Это Два Брата Которые В свое Время Увлекались И тот И другой Теософией Пока Действительно В ней Не разочаровались И не поняли Что это Действительно Обман Это Когда Некоторые Люди Спрашивают Что это Обман Или Действительно Бесовщина А надо Сказать А где Обман Там Бесовщина Потому Что Дьявол Это Кто Отец Лжи Здесь В общем То И то И то Вот Она Пишет Для чего Создается Теософское Общество Цитата Мы Хотим Делать Сравнительные Опыты Между Спиритуализмом И магией Древних Буквально По инструкции Старых Кабал И жидовских И египетских Я уже Много лет Изучаю Герметическую Философию В теории На практике И прихожу Ежедневно К тому Заключению Что Спиритуализм И во физических Проявлениях Ничто иное Как Пифон Древних Почитайте Плутарха И его Описание Оракулярных Токов Читайте Огриппу Парацельса Вы Всегда Лучше Увидите И можете Сообщаться С духами Через Этот Способ Самогипнотизирования Конец Цитаты Вот Такое Откровение Ничего В общем-то Не скрывается И Скорее Всего Люди Которые Хотят В этот Теософию За Какой-то Такой Творческий Клуб Может Быть Эти Люди И не Читали Самих Произведений В Лаватской Или Это Лукавство Потому Что Есть В Окультизме Такое Понятие Как Эзотеризм Хотя Это Слово Одно И Тоже Но Оттенки Здесь Можно Расставить Разные То Есть Овладение Тайными Знаниями И Тайные Знания Не Только Для Узкого Круга А Как Пишет Самоблаватская Для Профанов И Достаточно Творческих Каких-то Клубов И Прочих Прочих Вещей То Для Профанов Все Не Обязательно А Есть Тайные Знания Которые Владеют Только Высшие Посвященные Итак Мы Видим Что Задачи Поставлены И Они Начинаются Реализовываться И Создается Теосовское Общество Как я Уже Сказал В 1775 Году 17 Ноября И Создается Также Устав Три Пункта Этого Устава Гласят О Следующем Первое Я вам скажу Что их Обязательно Нужно Зачитать Потому Что Здесь Серьезные В общем-то Претензии Первое Которые Никак Не Согласуются Скажем Просто С каким-то Творческим Клубом Итак Первое Создать Ядро Всемирного Братства Человечества Без Различия Верисповедания Пола Касты Цвета Кожи То Создать Внимание Новое Мировое Общество Единое Мировое Еще раз Внимание Государство Это и есть Грязущая Новая Эра Второе Содействовать Изучению Сравнительной Религии Философии Науки Конкретно Изучать Оккультную Религию Оккультную Философию И оккультную Науку Третье Исследовать Необъяснимые Законы Природы Природа Пишется Большие Буквы И силы Сокрытые В человеке Конкретно Исследовать Законы Природы И человека На уровне Практической Магии И оккультизма После того Как читаешь Он потом Будет расширен Этот устав Но даже Этих трех Постулатов Достаточно Понять Для того Что это Не просто Какая-то Творческая Такая Общественная Творческое Общество Интеллигентов Здесь Все намного Серьезнее Претензии Действительно Такие Серьезные Итак Она пишет Две свои книги Первую И вторую Книгу Книга Разоблаченная Зида И тайная Доктрина И Говорит о том Что теперь Она переходит Из индуизма Она Больше симпатии Начинает Проявлять Именно К буддизму Такого И пишет Вот Цитата Заключение Так Она пишет Что Наш просмотр Многочисленных Религиозных Верований Какие Когда-либо Исповедовало Человечество Как в древней Так и в последнее Время Со всей Убедительностью Указывают Что все они Возникли Из одного Первоисточника Какого же Интересно Дэвидический Брахманизм И буддизм Является Тем двойным Источником Из которого Возникли Все религии Нирвана Есть тот Океан К которому Все Они Устремляются Конец Цитаты Это Блаватская Из ее Книги Разоблаченная Изида Москва 1993 год Том 2 Страница 755 756 То есть Отдается Предпочтение Буддизму Но Буддизм Такой Уже В синкретическом Понимании Блаватская И в ее Подаче Тем не менее Если говорить О буддизме Вообще То наверное Нужно Обратиться К великому Выдающемуся Миссионеру Николаю Японскому Просетителю Японии Который В Японии Столкнулся С тремя Религиозными Системами Синтаизм Куфуцианство И буддизм Синтаизм Это Религия Действительно Такая Коренная Японская Религия А буддизм Пришедшая Вот что он Писал По поводу Буддизма Цитата В своих Дневниках Буддизм В религиозном Отношении Сущая Пустота Ибо Без Бога Какая Же Религия Конец Цитаты И еще Геркулес Востолбы Человеческих Усилий Составить Себе Религию Руководствуясь Теми Темными Остатками Богооткровенных Истин Которые Сохранились У народов После Рассеяния Конец Цитаты Это Очень важная Цитата Потому Как Потому Как Церковное Мировоззрение Мы не Понимаем Происхождение Религии Так как Его понимают Эволюционисты Эволюционисты Думают Что религии Произошли В результате Того Что все Как-то Развивалось 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 Ну то есть Соответственно Эволюции И вот Люди Достигли Каких-то Вышефилософских Познаний И религия Как-то Появилась В своих Высшем Таком Философском Синкретизм На самом деле Здесь Вот Свидетель Николай Делает Очень важное Замечание Все религии Произошли После Вавилонского Вавилонского Створения И рассеяния Всех людей По всей Земле Помню Что именно Там Произошли Языки Это Бытие 11 глава У меня Есть подробное Видео На книгу Бытие 11 главы На интернет Портале xg.ru И Вы можете Посмотреть Сейчас Только здесь Напомню Что именно Там Господь Смешал Языки Люди Появились Иностранные Языки Люди Распространились По всему Лицу Земли И они Растащили Кусочки Истины Потому Как В Ведах Например В Ипанишадах Или в Книге Мертвых Или в Других Каких Либо Таких Языческих Произведениях Сакральных Мы всегда Можем Стретить Элементы Потопа Того Что Брат Убил Брата Кайна Авель Или еще Другие Фрагменты Змеи Обольщения Но Они уже Искажены Иногда Даже До противоположных Пониманий Того или иного Персонажа Но Тем не менее Сами фрагменты Взяли Оттуда Почему Это так Потому Что Это дает Ответ Откуда Взялися Религии Взяли Вот эти Кусочки Истины О чем Свидетель Николай Растащили Их По всему Лицу Земли И Перефразировали В своем Понимании Так возникли Все языческие Религии Так и Пишет Свидетель Николай Геркулесов Сталпой Человеческих Усилий Составить Себе Религию Руководствуясь Темными Теми Темными Остатками Боготкровенных Истин Которые Сохранились У народов После Рассеяния Наконец Также Писал По поводу Индуизма И буддизма Свидетель Николай Сербский Вот его цитата Да И бог Шива Тоже много раз Воплощался И жил Среди людей И учил Чему он их Учил Ничему Кроме Отчаянного Верования В то Что этот мир Бесконечен Во времени И пространстве Был Остается Лабиринтом Без окон и дверей И что все Боги Точно такие же Беспомощные Отчаявшие Существа Как люди Это подтвердил Игутама Будда Основатель Буддизма Сказав Что он пришел Спасти Внимание И людей И богов И бесов От сансары Бытия Конец цитаты То есть Спасение Предлагается В понимании Конечно же В понимании Буддизма Индуизма Понимается По своему То есть Не так Как Прославим Мы понимаем Это Блаженство С Богом Со Христом Вот например В буддизме Что будет Например Высшим Блаженством Это состояние Нирваны То есть В каун Состояние Небытия Не хотеть Ничего Не хотеть Ничего Не хотеть Не хотеть Ничего Не хотеть Не хотеть То есть Совсем Выпасть Из состояния Бытия Об этом Мы уже Как-то Говорили А для Индуизма Это попасть В более Высшую Касту После Этих Вечных Перевоплощений Из которых Выбраться Невозможно Как пишет Свидетель Без окон Без дверей То есть Полное уныние Никуда Ты не денешься Ты рождаешься И рождаешься В этот мир Несчастье В этот мир Болезни В этот мир Смерти В этот мир Вражды И ничего Ты поделать Не можешь Но Оккультизм Блаватской Делая синкретизм Всех этих Религиозных Понятий Говорит О том Что карма Это как раз Бонус То есть Можно Если присоединиться К теософскому Обществу То перевоплощаясь Там Можно попасть Благодаря Кармическим Законам И благодаря Такому Просветленному Махатмами Сознанию В более высшую Расу О чем она Учит Именно О седьмой Расе Эволюционирует Там миллиарды И миллиарды Лет Я уже об этом Как-то говорил Повторю снова Что сама Идея Эволюции Которую иногда Наши библиисты Зачем-то Втаскивают И в наше понимание Православное Мировоззрение Она сама по себе Глубоко языческая И оккультная Зачем это делается Сложно Наверное Надо спросить У них И вот еще Пишет Свидетель Николай Сербский Цитата Индия Нечему нас учить Она должна Отказаться От всех басен О богах Немогущих Спасти Ни себя Ни людей Все ее боги Бесы Держащие людей Связанными В сетях Своей лжи И оков Своего безжалостного Овладычества Конец цитаты Ну вот Еще и Свидетель Николай Японского Так же Цитата Не буду Много Несколько Только Вот он пишет Цитата Только один бог Может открыть И показать истину Ведь бог Это истина Это тот Кто подает Свет и дождь Здоровье и жизнь То есть тот Кто Никто другой Дать не может Он содержит Истину в самом себе И дает ее людям Когда найдет Это нужным Тоже очень важное Замечание Он не дает ее Гордым Самовлюбленным И дерзким Но смиренным Несебелюбивым И кротким И здесь Если кому-то Интересно Почитайте Дневники Святителя Николая Ну есть и Хорошая книга Святителя Николая Сербского Называется Стеклянные глаза Индии Там он Действительно Описывает Все О религии С которыми Он тоже Столкнулся В своих Миссионерских В своем Миссионерском Служении Итак Создаются И выходят Свет Две книги Разблаченная Изида И Тайная доктрина И вот Нужно сказать Что Тайная доктрина Это пожалуй Такая энциклопедия Для всех Оккультистов Почему Мы им Уделяем Внимание Сегодня Именно Теософии Потому что Как предпитатель Сектоведей Скажу Все идеи Которые Черпаются В различных Оккультных Направлениях Которые Возникают Сегодня В так называемых Современных Что мы Привыкли Назвать Новым Религиозным Движением Хотя нет Ничего Нового Под солнцем Все новые Это хорошо Забытое Старое Но тем не менее Все так или иначе За идеями Ныряют Именно В Тайную Доктрину Блаватской На самом деле Она написала Очень много Книг За свою жизнь Даже поражает Но Все ее книги Как свидетельствовали Многие исследователи Это не что иное Как компиляции И в большей степени Как вот Опять же Есть эти свидетельства С французского языка Которые она Хорошо знала И выдавала Что якобы Эти компиляции Есть не что иное Как тайные знания Которые даны Ей Вот Махатум Я уже сказал О Владимире Соловьевой И все виды Соловьеве Что они увлекались Действительно Вот Владимир Соловьев Там его дух Даже куда-то повел Что он очнулся В Аравийской пустыне И он об этом Кратко пишет И говорит о том Что Что именно Увлекшись Вот теософией Он был в какую-то Очень экстремальную ситуацию Мягко говоря А вот Все Владимир Соловьев Он действительно Был поклонником Очень долго Застрял В теософии Но Когда Блаватская Проезжала Через Ехала Откуда-то Куда-то Сейчас точно не скажу И остановился В Париже И тогда Все Владимир Соловьев Решил ее посетить Но При посещении При беседах с ней Понял Что Блаватская Она В общем-то Мошенница И Не скрывая этого Он сделал Одну запись В своей книге Есть эта книга О современной Жрице Изиды Вот Что Пишет Соловьев О том Всеволод Соловьев Когда он встретился В Блаватской В Париже Что она ему Рассказала Он прям приводит Дословную цитату В своей книге Цитата Что же делать Говорила она Блаватская Когда для того Чтобы владеть людьми Необходимо их Обманывать Когда для того Чтобы их увлечь И заставить Гнаться Зачем бы то ни было Нужно им обещать И показывать Игрушечки Ведь будь В моей книге Теософист В тысячу раз Интереснее И серьезнее Разве Я имела бы Где бы то ни было И какой бы то ни было Успех Если бы за Всем этим Не стояли Феномены Ровно Ничего бы Не добилось И давно Давно Поколело бы С голоду Раздавили бы Меня И даже Никто Не стал бы Задумываться Что ведь Я тоже Существо живое Тоже ведь Пить есть хочу Но я давно Уж давно Поняла Этих душек Людей И глупости Доставляет мне Громадное Иногда Удовольствие Вот вы Так не Удовлетворены Моими феноменами А знаете ли Что почти всегда Чем проще Глупее Грубее Феномен Тем он Вернее удается Я могу вам рассказать На этот счет Когда-нибудь Такие анекдоты Что животики Надорвете от смеху Права Громадное Большинство Людей Продолжает Писать Силат Соловьев Об откровении Блаватской Громадное Большинство Людей Считаешь себя И считаешь Умными Глупы Непроходимо Если бы Знали вы Какие Львы И Орлы Во всех Странах Света Под мою Свистульку Превращались Во слов И стоило Мне засвистеть Послушно Хлопали Мне в такт Огромными Ушами Конец Цитаты Вот Так Это цитата Из книги Которую я уже Сказал Книга Современной Жрицы Изиды Санкт-Петербург 1893 Описывает Признание Блаватска Которое Я думаю Что в Комментариях Не Нуждается Далее Надо сказать Еще Что в конце Жизни Блаватска Написал Более 140 книг Но это Не значит Что это Огромные Такие были Тома Как Тайная Доктрина И Разблаченная Изида Они были Намного Меньше Но тем Не менее Вот эти Компилитивные Труды Они Действительно Поражают Насколько Человек Был Одержим Всем Этим Действительно Обладал Медиум Способностями В конце Жизни К концу Жизни Блаватска Учреждает Журнал Название Которого Опять же Тоже Не нуждается В калиментариях Он называется Люцифер Люцифер Почему Так Я скажу По понятию О сотворении О происхождении Вернее Мира То есть Космогенез Который Есть В теософии И Антропогенез Елена Петровна Скончала В 1891 Году Вот Тот Случай Когда И царствие Небесное Не скажешь И Ее Сменяет На ее Посту Анни Вуд Безант Анни Вуд Безант Была Измана Секретарем Общества Известно Также Что Она Была Замужем За Священником Но Приходская Жизнь Как-то За Англиканским Священником Ей не Была По нраву И После Двух По-моему Лет Совместной Жизни Она Убегает От своего Мужа Вступает В общество Феминисток Которая Тогда Набирала Облабороты И В 1889 Году Объявила Себя Что Она Теософ И Преженец Теософии Надо Сказать Что С ее Приходом Теософское Общество Пребыло Прочную Основу И Утвердилось Пашни На всех Континентах Земного Шара В 1907 Году Олгут Умирает И Безент Берет Правление В свои Руки У нее Был Фаворит И помощник Чарльз Летбиттер Чайлз Летбиттер Который Был Действующий Пастор Англиканской Церкви Ученик Блаватской И Медиум И Летбиттер У него В Англии Произошла Очень скандальная История Кстати О литературе Очень есть Хорошие Книги Разворачивающие Все эти События Например Протерея Николая Карасева Священника Дмитрия Дружинина Так и Называется Блуждание Во тьме Путь Путь Оккультизма Отца Николая Карасева Андреев Есть Светский Писатель Тоже Очень интересно Описывает О Жизни Истории Жизни Блаватской И вот Летбиттер У него Была Очень скандальная История В Англии Он был Замечен В гомосексуализме Но на самом деле Он сначала Сказал Он всю жизнь Был одержим Тем Чтобы найти Нового Мессия И Ивить Его Миру И вот Он Якобы В одном Мальчике Нашел Как В Англии Но Мальчик Рассказал Да Какая Была Подготовка К тому Чтобы Стать Мессией И Был Скандал И он Быстро Уехал В Индию Но В Индию Он Находит Другого Мальчика Кришнамурти Его Анна Безант Хотела Чтобы Он Поучился В Оксфорде Но По-моему Десятки Раз Была Попытка Пройти Какое-то Собеседование Хотя Были И Средства Но Так Его В Оксфорд И не Приняли Один Писатель Андреев Он Описывает Что Многие Писали О том Что Какая-то Настойчивость Чтобы Он Там Учился Была Слишком Такая Напористая Ну А Мальчики Говорили Что Он Очень Долго Стоял Возле Окна Смотрел Куда Но Тем не менее Кришнамурти С ним Все Получилось Они Сами Занялись Его Образованием Писали Ему Целые Тексты Его Выступлений И Явили Его Миру И сказали Что Вот Он Новый Мессия Просвященный Махатам Возили По всему Миру Но Через 15 По-моему С небольшим Лет 15 17 Лет Кришнамурти Отказался От своего Мессианства И Признался Что Он Его Просто Давали Текст Он Просто Писал Никакой Непросветленный Махатма Ушел Там Простым Преподавателем Ну Говорят Создал Какую-то Небольшую Свою Секточку Приверженцев Которых Даже Я Встречал И В Москве Как-то Приходили В Цент Реабилитации И Говорили Что Последок Кришнамурти Скорее Всего Люди Просто Плохо Знают Историю Всех Манипуляций Махинаций Откровенной Лжи Сложно И Когда Действительно Кришнамурти Сделал Это признание То Это был Серьезный Удар По Теософскому Обществу Это Произошло В 1929 Году В 1911 Больше Пошли Лет В 1900 Ну Немного Больше Чем я Звучил Выше Да Отрекся Он От Роли Мессии И Орден Звезды На Востоке Был Распущен И Тогда И Сегодня Очень Не Любят Когда С теософами И С последователями Их Рерихами Говоришь О Кришнамурти Они Эту Историю Как Все время Разговор Стараются Увести Куда-то В сторону Но Это Факт Который Остается Фактом Как Говорят Из песни Слов Не Выкинешь Из истории Событий Тоже Новым Президентом Теософского Общества Анни Безант Умирает Лидбиттер Тоже И Новым Президентом Стал Джордж Энердел Ученик Кришнамурти Лидбиттера В 45 Году Его Преемником Стал Раджа Ученик Исподвижник Безант И Кришнамурти Он Занимал Тудорожность Практически До своей Кончины 1953 Года В Настоящее Представителем Европейской Федерации Теософского Общества Трант Хи Ким Дью Не надо думать Что все это Было только На Западе В России Теософское Общество Тоже достаточно Активно Развивалось И многие люди Ошибочно думают Что якобы Секты у нас Появились В 1990 Годах Нет Это не так Начиная с царств Например Александра II Мистецин В России Рассветал В виде Мартинизма Разенкрейцерства Алхимии Множества Масонских Лож Золотой же век Оккультизм Пришелся На конец XIX Начала XX века Вот что Писал Русский Философ Николай Бердяев Который Тоже Кстати Увлекался Но больше Не теософией А последователей Есть еще Последователи Теософского Общества Он когда-то Тоже был Теософом Это Лидер И основатель Валидорской Педагогики Рудольф Штейнер Но Он был Теософом Но потом Создает Свою Концепцию Развития Человеческой Расы Где Ускоряет Эволюционный Процесс И говорит Что человек Может развиться Великого Сверх Человека Начиная От 0 до 7 От 0 до 14 От 0 до 21 И вот Создается Создается Вальдорфская Педагогика В которой В общем Ни системы Ничего нет Нужно Только опираться На Если кратко Сказать Здесь об этом На индивидуальный Опыт Мистический Опыт Рудольфа Штейнера И более Ничего И вот Бердяев Он был Увлечен Последователем Этого Человека Рудольфа Штейнера И даже У него Не было средств Но друзья Собрали ему Деньги И отправили Его В Берлин Тогда Где он Посетил Лекции Штейнера Последователь Теософии Но Как свидетельствуют Описывают Многие его Поведения Бердяева Что он Сидел на стуле Скрипел Сморкался Когда вышел Оттуда И сказал Что ничего У него Такого нет Это сплошной Какой-то Гипноз Манипуляция И желание Своей риторикой Владеть над Толпой А никакой Такой Глубокой мысли Я у него Не увидел И разочаровался В этом движении Отрекся От него Но вот Он до этого Писал Наблюдая Теософию Тогда еще Когда оно Развивалось В дореволюционной России Писал Следующее Это его Книга Философия Творчества Бердяев Философия Творчества 94-й год Страница 288-я Он пишет Ныне Оккультизм Делается Внешне Популярным Вызывает К себе Интерес В широких Кругах Оккультизм По всей Вероятности Сила И мода Завтрашнего Дня Конец Цитаты Вот здесь Можно сказать Что русский Философ Глядел Как Сказали Наперед Действительно Это было Так Многие люди Увлекались Философией Как я уже Сказал Всеволод Соловьев Толстой Даже Даль Даже Юркевич Академец Остроградский Аксаков И племянник Аксакова Но Нельзя Сказать В полном Смысле Что они Были Теософами Но Увечены Они Были Это Точно Но Часто Можно От Теософ Услышать От Рерихов Что Эти Люди Действительно Были Членами Теософского Общества Это Они Делают Лишь Для Своего Авторитета И Имиджа Итак В России Тогда В 1906 Году Насчитывалось 1672 Спиритических Кружка Это 1906 Год То есть Из Кружков Поклонников Спиритизма Начали Выделяться И Формироваться Кружки С Теософским Уклоном В 1908 Году Из Многочисленных Кружков Было Официально Сознано Русское Теософское Общество Оно Просуществовало До В общем-то Революции Им Были Волечены Также Мережковский Андрей Белый И Другие Но Когда Начались Революционные Процессы В России То Они Поддержали Все эти Революции 1917 Года И Интересно Есть Это свидетельство Что Они Считали Что Ленин Это Махатма Что Вот Он Явился Новый Махатма Новый Просветленный Который Даст Новый Толчок И Виток Эволюции В Совершенствовании Расы И Человека На Новом Этапе Человеческого Развития Поэтому Они Создают Так же Свой Устав Тоже Три Принципа Первый Принцип Братства Человечески Одна Из Вечных Истин Второй Принцип Братства Всех Религий Полная Истина Может Быть Найдена Лишь В Синтезе Всех Религий Помахаем Рукой Экуминизму Это Действительно Идея Именно Оккультная Принцип Сверх Человека Третий Пункт Принцип Сверх Человека Исследовать Сокровенные Тайны Природы Всевозможными Видами И главным Образом Физические Духовные Силы Скрытые В Человеке Вот Такой Был Устав Манифест Центральным Печатным Органом В России Стал Вестник Теософия Я уже Сказал Что Они Признали Лейна Как Махатма Даже Написали Целое Такое Послание Да Передводителем Всего Переворота 1917 Года Их Сначала Приняли Но В общем-то Потом Отсеяли И В 30-х Годах Теософское Общество Перестало Существовать Как и Многие Другие Религиозные Организации В России Существовало Только за Рубежом И В 91-м Году Оно Действительно Возглавляет Своё Возглавляет Своё Присутствие В Россию В 1991-м Году В Москве Прошла Конференция По возобновлению Деятельности РТО И 19-го Марта 1991-го Года Было Зарегистрировано Минюстом Российской Федерации В качестве Республиканской Общественной Организации Да Поэтому Не надо думать Что это какая-то Религия Которая канула Куда-то Это действительно Религия Окультная Нетворческий Клуб Канула Куда-то В лето Например В Индии В предместе Мадраса Надо сказать Что штаб-квартира Находится Куда потом Мигрировала Блаватская В Адьяре И вот В преддверии Мадраса Возведён Теософский храм Да Главная Достопримечательность Которая Колоссальная Статуя Елена Ну вот Нужно Первая волна 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 Жизни Создает Материю Вторая Наделяет Её свойствами И строит Формы Третья Волна Великая Волна Жизни Состоит Из человеческих Душ Пересылаем Для того Чтобы Одушевить И использовать Тела В происхождении Что касается Бога Вот например Она пишет Блаватская Что касается Бога Прошу прощения Это письмо Елены Рерих 12.09.1934 год Последователи Теософского Общества Цитата Что касается Бога То мы не можем Рассматривать его Как вечного Или бесконечного Или самосущего Нет места ему При наличии Материи Материя пишет Большую букву Неопромеживые Свойства И качества Которые Вполне нам Известны Другими словами Мы верим Только в материю В материю Как видимую Природу И материю В ее незримости Как невидимым Вездесущим Протей Письмо Рерих 12.09.1934 И еще Из письма Махатам Не философия Наша Не мы Сами Не верим В Бога Менее В того Местоимение Которого Требует Прописной Буквы Конец Цитаты И Елены Рерих С этим Соглашается Цитата Махатма Отрицает И говорит Против кощунственного Человеческого Представления Личностного Бога Личного Бога Махатма Отрицает Бога А теперь Внимание Церковной Догмы Мы Мы Всегда Увидим Что В трудах И Теософов И последователей Рерих Всегда Есть Нападки На Церковь Например Есть Такое Высказанное Что Такое Церковь Церковь В эволюции Духа Она Уже Отжила Свою Она Уже Сделала Свою Эволюционный Процесс И Поэтому Это Плесень На Обочине Истории Есть Такое Выражение У Блаватской В этом Смысле Действительно Надо Сказать Еще И О том Что Откуда Появился Весь Мир И Откуда Появилась Жизнь На Земле Ну Блаватская Верит О том Что Жизнь На Земле Она Прилетела С Луны Монада Была На Луне Она Потом Сюда Перекочевала И Здесь Как-то Развилась Ну То Если По Порядку То Это Примерно Выглядит Так Эволюция Монад Происходит Согласно Циклам То Которые Длятся Миллиарды Лет После Рождения Планеты На нее Переселяются Монады С другой Планеты Так Наши Монады Пришли На Землю С Луны Вот Когда Я Слышу Пришли На Землю С Луны Мне Вспоминает Старая Поговорка Когда Действительно Из Этого Понимания И так Дальше Так Наши Монады Пришли С Земли С Луны Где Монады Сегодняшнего Человечества Заслигли Уровня Лишь Животного Царства После Переселения Монад На Новую Планету Начинается Новое Циклическое Воплощение Монад Начинается С самых Нижних Царств Следующей Последовательности Первое Первое Элементарное Царство Второе Элементарное Царство Третье Элементарное Царство Далее Четвертое Минеральное Царство Растительное Царство Животное Царство И Человеческое Царство Ничего не Напоминает А мне Очень Мне Напоминает Это Шестоднев Откуда Просто Передирает Все Дни Творения Но Вводит Седьмое Добавляет Седьмое Высшую Расу Дьявол Не имеет Своего Бытия Поэтому Он Берет Как сказано Повод От заповеди И Извращает Ее И Таких Извращений Библейских Фрагментов Можем Видеть Неоднократно И У Блаватской И у Рерихов И Взятые Из Ветхого И Нового Заветов Итак Первые Два Этапа На протяжении Миллионов Лет Формировали Как Учит Теософия Жизненное Сознание Все Это Есть На Земле Все Что Есть На Земле Когда-то Было В космосе В частности На Луне Духи Формировали Подготавливали Материю Чтобы вдохнуть В нее Сознание И Такое Вдыхание Произошло Во время Третьего Этапа Эволюции Где Появляется Сознание Осуществляется В человеке Мы На данный Момент Живем В пятом Этапе Рассового Развития И Переходим К шестому Седьмая Расса Будет Жить На Континенте Который По Учении Коренная Расса Нашей Земли Была Создана Духами Пришедшими На Землю Как уже Было Сказано С Луны Это Вот Теперь Цитата Непосредственно Эти Лунные Духи Так называемые Питри Были Наиболее Успешны В развитии На Луне То есть Они В числе Первых Закончили Свои Астральные Циклы Развития На Луне Поэтому Они Стали Пионерами Первопроходцами На новой Цепи Эволюции На нашей Земле После Нирванического Отдыха Происходившим Между переходом С Луны На земную Цепь Монады Питри Вынуждены Были Приспосабливаться К новой Планете Путем Путем Прохождения Через Нижшие Царства Элементарные Минеральные Растительные В их Астральном Виде И лишь После Прохождения Нижших Царств Лунные Монады Смогли Сделать Попытку Создания Прототипа Сегодняшнего Человека Данное Развитие Происходило В первом Втором И третьих Кругах Нашей Планеты С наступлением Нынешнего Четвертого Круга Лунные Монады Стали Способны Развивать Человека В его Нынешнем Астральном Прототипе Который Затем Уплотнился До физического Состояния В этом Нашем Круге Формирование Человека Полностью Закончено Вот так Это Цитату Приводил Происхождение Человеку С точки Зрения Теософии И огней Йоги Да Электронная Библиотека Вот так Такое Понимание Вот еще Пожалуйста Блаватская Пишет О добре И зле И о происхождении Зла Цитата Демон Есть обратная Сторона Бога То есть Как понимается Добро и зло Зло Обратная Сторона Медали Он Не Предлагает Не предполагает Две Отдельные Действительности Два Аспекта Или две Грани Того же Самого Единства Так Пишет Блаватская Тайная Доктрина Синтез Науки Религии Философия Том 1 Космогенез 18 Год Страница 184 И вот Далее Дается Такое Утверждение Что Высокая Мысль Востока Цитата Давно Разрешила Проблем Существования Зла Единый Элемент Единство Божественное Начало Или Абсолют Вмещающий Потенциал Всего Сущего Следовательно И все Противоположения Несет в себе И вечный Процесс Раскрытия И совершенствования Эволюция Создает Относительность Всех Понятий Всегда Утверждал Утверждаю Продолжаю Об этом Говорить Что Сама Идея Эволюции Развитие Долгого Процесса На Земле Она Глубоко Языческая И оккультная Мы знаем Что Откуда Появилось Зло В понимании Православного Понимания Этого Вопроса Что Зло Не имеет Своего Бытия У Пророка Изяки Или 28 Глава 18 Стих Сказано О Первом Дьяволе Творение Бога Люцифере Что От красоты Его Возгордело Сердце Твое От тщеславия Твоего Он Погубил Мудрость Свою Мы знаем Из книги Откровения Что Люциферу Поверила Одна Треть Ангелов И были Увлечены Им Как Об этом Пишет Евангелист Иоанн 8 Глава 44 Он Дьявол Отец Лжи Лжец И Отец Лжи Если Говорить Отношения В теософии О Христе Мы Исповедуем Что Христос Истинный Мессия Но Например Последователи Рерихов Клизовский Пишет Можно Сказать Что Христианский Некенский Символ Веры Есть Сплошное Заблуждение Ни Один Из Положений Символ Веры О Боге Сыне Не Соответствует Истинно И Является Результатом Фантазии И Легенд Лена Рерих Уверяет Что Иисус Христос Не Был Тем Обещанным Писанием Мессии И Еще 3 2 39 Христианство Для Нее Сектантское Воззрение Что Лишь Благодаря Проявлению Христа Человечество Было Спасено От Козни Дьявола Для Нее Это Страшные Кощунственные Явления Что Христос Это Спаситель Страшное Внушение Понятия Что Крестная Смерть Христа Спасла Человечество От Первородного Греха Конец Цитаты 31 12 35 Письмо Рерихианство Утверждает Что Веру В Телесное Воскресение Христа Можно Объяснить Цитата Лишь Само Одурением Письмо Лена Рерих 17 2 34 Огниегия Утверждает Что Христос Вообще Не Воскресал И Что Это Было Воскресение Не Тело А Некого Духа Живая Этика Рерихов Также Утверждает Что Если Христа И можно Назвать Спасителем Цитата То Только Потому Что Он Спас Людей От Незнания Напомнив Им Законы Этики То Есть Для Елены Рерих Голгофа Цитата Лишь Иллюстрация Заповедей Но Не Сам Акт Спасения Рерих 7 5 39 Если Бы Он Не Пострадал То Учение Его Было Забыто Крест Не Спасает Людей А просто Напоминает О некоторых Нравственных Прописных Истинах Вот Такое Отношение К Христу И мы Видим Что Здесь Прямое Противоставление А в общем-то Протест Против Христианства Или 28 5 37 Настанет Час Указать Что Всевышний Бог Это Бог Непреложного Закона Бог Справедливого Воздаяния Но Не Произвола Милосердия Письмо Лен Рерих То есть Действительно Понятие О Боге Это Карма Да Это Карма Это Механический Закон Ну В общем Тут Нет Ничего Нового Все Взято Из Иридической Религии Индуизма Брахман Выдыхает Мир И появляется Брахман Выдыхает Мир И исчезает Такая Цикличность Она Идет Просто В переложении Теасовского Общества Рерихов Здесь Можно Достичь Высшей Такой Расы Тех Кто Примкнет К Обществу Будет Руководствоваться Светом Махатом Из Тибета Трудами Сочинениями Балаватска И Рерихов И те Смогут Достичь Этого Великого Просветления И На земле Войти В число Высшей Расы И стать Сверхлюдьми Вот Главная Идея Теософия И Рерих Ну Что Пишет Например Огни-йога Рерих Склонно Говорить О Люцифере Цитата Люцифер Настанет Время Когда Обновит Лампу Твою Дар Распознания Клизовский Дар Распознания Был Жертвенно Дарован Силами Света Или Вот Например Сокровенное Учение Цитата Рерих 3 12 37 Сатана Когда Если Перестает Рассматривая В своеверном Догматическом Лишенном Философии Духи Церквей Вырастает Величественный Образ Того Кто Создает Из земного Человека Божественного Кто Дает Ему На протяжении Долгого Цикла Мака Кальпы Закон Духа Жизни И освобождает Его От греха Неведения Конец Цитата То есть Оказывается Дьявол Люцифер Нас должен Освободить От греха Неведения Терерих 3 Когда я говорю 3 это значит число 12 это месяц 37 это год Письмо Элен Рерих 3 12 37 И вот еще 24538 Цитата Конечно Люцифер Вполне Отвечает данному Его имени И вероятно Весьма Скорбит Что Столь Прекрасное Его имя В позднейшие Времена Стараниями Невежественных Священнослужителей Было Узурпировано Ими Для его Тени Или Антипода Конец Статы Пожалуйста Это все Можно Говорить Отношение К христианству Когда говорят О том Что В общем-то Иногда там Елена Рерих Пишет в одном Своем письме Читали ли вы Книги Добротолюбия Мне их привезли Из Святой горы Афон В них Очень много Найти Можно полезного И посмотреть Там заключает Так Но с Великим Антонием Основателем Монашества Сложнее всего Спорить То есть Такое Некое НЛП Человек Который Берет Первый Раз Книги Добротолюбия Сафон Привезли А потом Селиким Антонием Сложнее всего Спорить Для чего Она это Читает Для того Чтобы Это Провергать По сути Кто такой Сатана Противник Мы все Это Противление Христианству И Христу Можем Найти В этих Произведениях Итак Если Так Вот Насколько Возможно Это Конечно же Но учение Достаточно Запутанное Это Говорю Не я Сам Блаватская Говорит Об этом И пишет Что Здесь Не всякому Можно ее Понять И те Люди Которые Видят Какие-то Противоречия Как она Пишет В моих Сочинениях Они Просто Профаны Они Еще не Достигли Высокого Просвещения Поэтому Они Видят Что Якобы Здесь Что-то Одно Другому Противоречит На самом деле Нужно Просто Просветиться Духом Светом Тибета Да И Великих Махат Ну и Конечно же Произведениями Рерихов И Блаватской Рерихов И Литбиттера Которые Накатали Их Большое Достаточно Количество Снова Снова Повторю Вот В нашем Формате Я тут Уже Даже Перебрал Немного По Времени Которое Мне Отдается Здесь На xget.ru Но Это Кратко Насколько Можно Было Объяснить Все Заблуждение И В общем-то Рассказать О том Что Теософия Рерихи Это Не Творческий Клуб Это Окультная Секта Внеси Свой Вклад Оцени Подпишись И Поделись Этим Видео Продолжение следует...